Шаббат шалом Прежде чем я буду проповедовать Я хочу коснуться того, что было вчера Вчера был день памяти жертв Холокоста Ну и мы как мессианская община Мы действительно Нам надо об этом тоже вспомнить Мы знаем, что это была Большая боль для еврейского народа Это травма еврейская, которая до сегодняшнего дня существует Это травма для Бога тоже Потому что Yeshua Для него это было очень большое страдание Страдание еврейского народа Связано со страданием Yeshua Одно из моих любимых мест в Библии Которое я часто цитирую Из Луки 19 главы Из Луки 19 главы Где Yeshua плачет о Иерусалиме Потому что он знал, что придут проблемы Он знал о всех трагедиях еврейского народа, которые грядут Это сердце нашего Машиаха Он плакал о еврейском народе Я уверен, что он плакал во время Холокоста Я уверен, что он плакал во время Холокоста И для него это была очень большая боль Через пару дней мне нужно преподавать семинар На тему, где был Бог во время Холокоста Я потом вам расскажу, о чем я там говорил Или если вы понимаете по-английски, я могу вам дать ссылку Но, по крайней мере, то, что я точно знаю Это то, что я действительно только что сказал Для Yeshua это была большая боль Холокоста это страдание Бога Это страдание Мессии Если мы зададим вполне уместный вопрос Почему Бог не вмешался На этот вопрос есть множество разных ответов Один из них находится вот в этих же словах Машиаха Один из них находится вот в этих же словах Машиаха когда он плакал о Иерусалиме. Если бы ты в этот день знал, что служит к твоему миру. Но это сокрыто от твоих глаз. Машиах имел в виду себя. Тот, чье имя царь Шалом, князь мира. Если бы еврейский народ знал, что несет Шалом. Это то, для чего мы живем, как мессианские верующие. Это то, для чего мы существуем, как мессианская община. Возвещать еврейскому народу о том, что есть тот, кто дает мир. тем юдичным волк то, чтобы этот мир к нашему народу сделать ближе. для того, чтобы Холокост никогда больше не повторился. Потому что Ешуа дает мир. евреям и всем людям. Вчера немецкое правительство или немецкий парламент или Bundestag вообще посвятили этот день памяти уже жертвам то есть сексуальных меньшинств, которые были притесняемы. Я понимаю, что это политически корректно. в сегодняшнем обществе мне очень жаль всех, кто пострадал. независимо от их сексуальной ориентации независимо от их пола возраста религии или отсутствия религии независимо от того, из какого народа они независимо от того, были ли они здоровы или были они инвалидами были ли они пациентами психиатрии или были абсолютно ментально здоровы мое сердце наполнено печалью по поводу всех людей по поводу созданных вот этих людей созданных по образу и подобию Божьему но это день памяти жертв Холокоста и в другой бы ситуации в парламенте здесь бы это назвали релативирован если хотите сделайте другой день памяти жертв каких-то других погибших другим образом по другим причинам но не надо смешивать день памяти Холокоста с воспоминанием о других каждого жалко но это особый день памяти шести миллионам погибших евреев включая родственников некоторых из нас здесь я бы хотел сейчас чтобы мы почтили память погибших поднявшись и короткое время помолчав и шести миллионам и шести миллионам Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Теперь я перейду к сегодняшней теме. Мы подошли с вами к третьей главе послания Ефесянам. Мы читаем много. Мы следим за текстом, когда я проповедую. Поэтому я прошу вас, как я уже два раза это делал, позаботиться о том, чтобы у вас в руках была Библия. Пожалуйста, если у вас нет Библии с собой, у нас здесь есть различные переводы. Возьмите, пожалуйста, Библию. Вы можете использовать книгу или вы можете смотреть это в своем телефоне, но только позаботьтесь о том, чтобы у вас сейчас в руках была Библия. У нас для вас достаточно Библии. Мы вам не дадим мобильные телефоны. Но печатные Библии здесь есть. И так мы подошли к третьей главе послания Ефесянам. Короткое содержание предыдущих двух глав. Ребя Шаул Апостол Павел сообщает Ефесянам, кто они в Мессии. Где они в Мессии. И что они имеют в Мессии. И очень много разных прилагательных и существительных в этой связи, и глаголов в этой связи присутствует. У нас есть все благословения на небесах. Ничего не осталось. Мы всем благословлены. Приходи и бери. Мы его дети. Мы имеем в нем все наследство. Небесный счет в банке и небесную недвижимость. Мы искуплены кровью Мессии. Мы получили его благодать. Что является незаслуженной милостью. Мы его дети. И мы все это имеем. Будучи к этому предназначены еще до сотворения мира. До того, как было сотворено небо и земля. Бог тебя знал. Бог тебя любил. Бог тебя любил. Бог этот мир создал ради тебя. Я считаю, что это круто. И апостол Павел так тоже считал. Он говорил, что это тяжело впитать, это тяжело понять. Поэтому он молился за них, за эфесян. Чтобы до них это дошло. Чтобы они это поняли и прочувствовали. Чтобы они поняли эту Божью великую мудрость и великую милость. Чтобы ощутили любовь Божью. Нам так часто этого не хватает. У нас есть это. Но мы этого не чувствуем. Потому что мы окружены нашими заботами. Проблемами. Рационализмом. Мы окружены людьми. А вы знаете, с людьми сложно. И вы знаете, с людьми сложно. И вы знаете, с людьми сложно. И люди нас ранят. Люди нам говорят гадости. И это отвлекает нас от того, кто мы есть на самом деле. Мы больше концентрируемся на том, что мы видим сейчас и слышим сейчас. Мы концентрируемся на том, что мы видим сейчас и слышим сейчас. Чем на том, что Бог о нас говорит. Тебе на этой неделе сказали гадость. И ты дал возможность ей к себе прилепиться. Скажи себе. Это не про меня. Человек ошибся. Скажи это. Ты можешь даже не вслух. Просто скажи в своем уме. Это не про меня. Это не про меня. Делай это со мной. Я сейчас это делаю. Это не про меня. Человек ошибся. Спасибо. Спасибо. И это нужно нам повторять почаще. И это то, чему нас учат. И это то, ради чего Ребе Шаул апостол Павел это пишет. Гадости. Проклятия. Флюхи. Унижения. Опасные. То есть страхи. Это не про нас. У нас другая участь. У нас другое звание. Мы, как он пишет дальше, во второй главе, мы независимо от наших дел получили благодать. Вышли из греха в новую жизнь. Воскресли из мертвых. Получили новую жизнь. Мы уже не те, кто мы были. Как Павел писал в другом месте, кого знал раньше по плоти, мы так его уже не знаем. Кто в Мессии, тот новое творение. Здесь в Ефесянах он говорит во второй главе, мы были мертвы в грехах. Но он воскресил нас из мертвых. И посадил на небесах. Он говорит о том, что полнота этого мира невозможна без тебя. Этот мир не был бы совершенным. Если бы в нем не было тебя. Я говорил вам, читайте послание к Ефесянам. Это все там сказано. Хочешь знать, кто ты на самом деле? Написано. Но не верится же ведь. И поэтому Павел молится. И говорит, да даст вам Бог Духа. Чтобы вы поняли это. Мы знаем это, и я говорил об этом уже два раза. Что мы верим, что это правда. Потому что в нас есть Дух. Потому что в нас мы верим, что вот это то, что здесь написано. Правда? Потому что те, у кого Духа нет, это все безумие. Это глупость. Это бла-бла. А потом во второй главе Павел переходит к взаимоотношению евреев и других народов. Потому что у евреев как бы это все было обещано. Мы как бы этого должны были ждать. Ждали, но не имели. Сейчас получили. А что насчет других? И во второй главе Павел об этом хорошо пишет. Ты сейчас имеешь все. Если ты еврей, ты имеешь все, что евреи могли ожидать. Когда-то, я может рассказывал, я был на Дальнем Востоке, в России. И там мы евангелизировали. И посетили синагогу. И глава этой синагоги. Мы ему так понравились. И ему так было приятно поговорить об Иешуа и обо всем. Что он нам подарил водку. И водка называлась. И эта водка называлась. Еврейское счастье. Это юдское счастье. Это юдское счастье. Это так и называлось. Это был название. Я так, вау. А вот оно в чем еврейское счастье. Это юдское счастье. Я ее не пил. Я подарил ее другим. То есть я поделился счастьем. Вода weitergegeben. Да, но на самом деле еврейское счастье не в водке. Еврейское счастье в Йешуа. И только в нем. Так вот, мы как евреи нашли свое счастье и все, что мы ждали в Йешуа. И Павел пишет. И другие народы нашли свое счастье и даже то, что они не ждали. Вместе с евреями. Придя к тому, что было обещано евреям. Для того, чтобы все было одно. И для того, чтобы вот так была построена община верующих. На Йешуа. На Йешуа. 21 стих и 22 главы. На котором все здание слагаясь стройно возрастает в святой храм в Господе. На которыми вы устрояетесь жилище Божье Духом. И следующее, что Павел пишет, что очень интересно. Для этого я, Павел, сделался узником Мессии Йешуа за вас, язычников. То есть он в тюрьме сидел за язычником. То есть его служение ограничивало его свободу. Еврей за другие народы. Хороший человек. Дух Святой так его вел. Он пишет здесь, что его задача была возвещать или говорить о том, как Всевышний строит свой вот этот вот духовный храм. Из нас. Мы сравниваемся с его храмом. Мы сравниваемся с его храмом. Ему была, как он пишет в третьем стихе, ему была возвещена тайна. Им было, что дается язычникам. То, о чем он говорил и говорили другие апостолы. Тайна Мессии, тайна Машиаха. И эта тайна заключалась в том, в шестом стихе, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обещания его в Мессии Иешуа посредством благовествования. То есть, здесь говорится о том, что вот это вот откровение, вот эта тайна, я подчеркиваю, состоит в том, что другие народы являются соучастниками обещаниями. Они пришли к этому. Вы пришли к этому. Это не то, что мы не знали, никто не мог знать об этом раньше. Это то, что раньше это не было открыто. Это не было видно. Это было пророчествуемо. Это было пророчествуемо. Но это без Иешуа было возможным. Но без Иешуа было это не возможно. Когда открылся Иешуа, это стало возможным. И апостолам было открыто, что пора благовествовать другим народам, чтобы было одно тело, чтобы мы были вместе, потому что в этом был план и есть план Божий. как здесь же и в этом послании написано. Все небесное и земное объединить в Мессии, начиная с евреев и неевреев. Для того, чтобы мы вместе могли быть одно с Его ангелами. и одно с Богом. Смотрите, вы санаследники Его обещания. В Мессии Иешуа. Все, что мы ждали, все, на что мы надеялись, все, что мы считали еврейским счастьем, вы в Иешуа сопричастники. Вы участвуйте в этом. Вы к этому прилипли, приклеились. И таким образом вы имеете еврейское счастье, который можно иметь только в Мессии Иешуа. И Павел в этой главе об этом пишет вновь и вновь. Иногда считается, что вот это вот великое, что сделал Бог в Иешуа между евреями и другими народами, только во второй главе. Иногда считается, что то великое, что Бог сделал, объединяя евреев и другие народы, описано только во второй главе Эфесян. Павел об этом пишет еще в третьей главе. И если мы посмотрим на седьмой стих, что он по благодати сделался служителем этого благовестования, в восьмом стихе мне наименьшему из всех святых дана благодать это благовестствовать язычникам неисследимое богатство Мессии. Или в восьмом стихе мне, тем самым меньшим у всех святых, это было удачено 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 это такая благодать язычникам проповедовать Мессию. Вы понимаете, насколько вы важны для Бога, язычники? Вы думаете, евреи важны? Почитайте послание к Ефесянам. Вы поймете, насколько вы важны. насколько ты, дорогой, нееврей, важен ему? В девятом стихе и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, закрывавшейся от вечности в Боге, создавшего все Ешуа Мессии. И в девятом ферсе вот это вот единство наше оно скрывалось в Боге Бог это хранил скрывать это не обязательно прятать в какой руке или я от тебя это спрячу потом дам нет прятать иногда это то что очень дорого я это храню так вот Всевышний это хранил еще до сотворения мира он предусмотрел евреев и он предусмотрел другие народы другими словами он избрал тебя независимо от того из какого ты народа кто-то может сказать я хочу ловуя спасибо мне это надо я радуюсь читать тут такая красота одиннадцатый стих по предвечному определению которое он исполнил в Мессии Иешуа Господи нашим вдумайтесь предвечное какая красота здесь описано двенадцатый стих в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в него у нас надежный доступ у нас дерзновение это как в послании к евреям написано мы в Божье присутствие входим с дерзновением не так можно войти не так иди у тебя есть все права у тебя есть ты можешь делать дерзновение потому что у тебя надежный доступ открывай дверь заходи он ждет он реально Бог реально тебя ждет кровью Иешуа он открыл эту дверь для тебя на этой двери написано твое имя это комната это помещение образно говоря которое для многих закрыто но когда ты туда подходишь там как бы сканер сканер сканировать этому можно и мы так быстро раз и туда потому что он ждет он ждет тебя в любое время днем и ночью утром и вечером он тебя ждет он всегда тебя рад он заплатил за то чтобы ты мог зайти Иешуа кровь свою пролил чтобы ты мог туда зайти И в 13 стихе он пишет поэтому я еще раз подчеркну поэтому прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях которые и суть ваша слава ему было тяжело ему было плохо но он умудрялся он знал где он он знал зачем он и он благодарил за это Бога и в 14 стихе он об этом говорит для этого преклоняю колено мои предотцом Господа нашего Иешуа Мессии вот то что мы читаем оно просто подталкивает нас стань на колени и прославь в смирении я бы сказал даже в таком ошеломлении ошеломлении от его благодати от его милости от того что он нам дал 15 стих от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле теперь молитва с 16 по 19 стих как в первой в первой главе он молится за Ефесян так и здесь в третьей главе он опять за них молится подобной молитвой слушайтесь в эти слова следите в тексте да даст вам по богатству да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке верою вселиться Мессии в сердца ваши чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь Мессии чтобы вам исполниться всею полнотой Божьей ować что вы что не дали и изучить большинство п たAR и во мяч 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 в мяч и с грн и мяч и , в Joyce в и в дам Аминь! Молитесь этой молитвой друг за друга. Молитесь этой молитвой, пожалуйста, за меня. Мне это так же нужно, как тебе. Давайте молиться этой молитвой друг за друга. Вот эти вот три главы, это не теология, это не богословие. Это, как я говорил позапрошлую субботу, это поклонение. И молитва. Павел славит. И молится. Молится и славит. И я просто обожаю два стиха последних в этой главе. Есть что-то сильнее, чем любое обожаю? Не важно. Я люблю sie sehr. Я люблю sie sehr, sehr, sehr сильно. Слушайте эти два стиха. Следите в тексте. Und verfolgt es im text. А тому, кто действующую вас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в собрании, в мессии еще, во все роды, от века до века. Аминь. Аминь. И еще раз я прочту двадцатый стих. И я хочу еще раз читать этот двадцатый стих. Вы слушайте. И вы, пожалуйста, читайте. И читайте. Думайте. И думайте. И думайте. А тому, кто действующую вас силою может сделать несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем. Это еще не все. Он может. То, что мы читали. То, за что мы его прославляли. То, за что мы говорили ему Аллилуйя. Это только начало. Он может больше. Он может больше. Через две недели. Мы продолжим с эфесянами. А до тех пор. И до тех пор. Читайте Библию. Лезь Бибель. Славьте Бога. Он может. Он достоин. И он достоин. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова